Привет, ребятушки! С вами Ксю! И сегодня я расскажу вам клевый и честный обзор на смарт-часы Huawei Watch 2. Нужна ли вам эта штука за 20 с лишним тысяч или нет, решать вам. Но, честно говоря, есть у всех смарт-часов один недостаток. Зачем вам заряжать два гаджета? В то время, как многие технологичные производители стараются упростить жизнь человеку, пихая более сильные батареи, создатели смарт-часиков создают еще одну проблему. Ну, чтобы уж наверняка зависели от провода. И это пока самая большая слабость современных часов. Но, в принципе, оно и логично. Попробуй запихнуть в часики или даже в такие вот часища батареи от Highscreen Boost 3. И вот в чем подвох. Куда бы вы сейчас не сунули свой нос, везде найдете зарядку от microUSB. А теперь посмотрите на это маленькое чудо. Ну, как маленькое? Его слабо найти? Вы же не будете вот это добро с собой носить. А microUSB, как ни пихай, некуда. Впрочем, если вы не слишком прихотливы на заряд и готовы вечером домой ехать с выключенными часами, вам пользование таким необычным гаджетом так и так принесет удовольствие. Поэтому давайте теперь о преимуществах. И для начала, зачем они нужны? Первая причина – попантоваться. Это ж клево, это ж тренд и это статус. Следующая, как минимум, практичность. Да, практичность. Садишься такая в свой голубой запорожец. Кстати, я серьезно, вот он. И тут тебе поступает звонок. И ты, не снимая свой смартфон-навигатор с держателя, отвечаешь на звонок. Правда, для этого у машины должна быть хорошая шумоизоляция. И дам доказан здесь не подойдет. Кстати, если вы вдруг ищете себе машину простенького класса и вам понравилась моя фотка запорожца, напишите мне на почту в описании под роликом. Еще удобно эта штука для любителей активного образа жизни. Например, для велосипедиста. Ставил симку в часики, маршрут простроил и едешь себе спокойно, не думая о том, что телефон где-то в кармане поджимает, да и калории мониторишь. Подключение за три минуты у вас не получится. И более того, если будете подключаться в отсутствие Wi-Fi, попридержите свои нервы. Не все так просто. Часы начнут искать обновления и не смогут найти, потому что интернета нет. Но при этом они будут находиться в поиске и сделать толком вы больше ничего не сможете. Меня это раздражало, если честно. Более того, я в тот момент хотела проверить девайс в режиме звонка в авто. Слышно, не слышно. И даже установила требуемую прогу на телефон, которая сожжала последние 25 мегабайт проплаченного месячного трафика. И что? И ничего. Никоди. Пришлось ехать в нетерпении домой, приехала, все подключилось, нажала на кнопку звонка и... И заряд сел. Пришлось ждать работы. Там зарядка. Итак, первое, что я попробовала испытать, это звонки. Звук на чистах хорош и довольно громкий. Звонок вы услышите. Звук на чистах. Диаметры кажутся менее громоздкими, чем Samsung Gear 2. Те на моей руке вообще не сидят, а к этим я привыкла. Тяжеловато, правда. Идешь по улице, плечо перевешивает. Они идеальны для среднестатистической мужской руки. Среднего роста, среднего телосложения и средней толщины... ...руки. На полной руке ремешки врезаются в запясть. Huawei Watch 2 имеет экран AMOLED размером 1,2 дюйма с разрешением 390 на 319 пикселей. Плотность пикселей 326 точек. На нем все хорошо видно даже под большим углом или при ярком дневном свете. Изображение достаточно четкое. Запечатлеть не удалось, но вы мне уж поверьте, а вот заляпать экран ничего не стоит. Готовьте рукав. Мелкие царапинки на стекле экрана все же есть. Не знаю, я это или не я. Надеюсь, не я. Но заметить их не так уж и просто. И только под определенным углом. Есть 4G. То есть в эти часы вы сможете вставить сим-карту, которая помещается вот сюда, под ремешок. Huawei Watch 2 наделены датчиком сердечного ритма и рядом модулей. GPS, GLONASS, Bluetooth, Low Energy и Wi-Fi. За быстрое действие отвечает Snapdragon VR200 и 768 МБ ОЗУ. Встроенной памяти 4 ГБ без возможности расширения. Практически два уже из них заняты внутрянкой. Отличная новость. Хотя, по-моему, это уже обязательное требование скорее. Часы имеют защиту от пыли, влаги и воды по стандарту IP68. Дождик их не обидит, в бассейн прыгнуть можно, а вот плавать долго не стоит. Операционкой этих часов является Android Wear 2.0. И другим интересным аспектом является огромная коллекция настраиваемых циферблатов. Большинство из них обладает как минимум двумя усложнениями, которые могут отображать погоду, число проходимых шагов, время следующего сигнала будильника, календарь, и так далее. Часы заставляют пользователю регулярно делать перерывы и двигаться. Если человек остается неподвижным на протяжении часа, приложение Google Fit выдает напоминание о необходимости подняться и размяться. Эти напоминания можно проигнорировать или совсем отключить, но лучше воспользоваться их советом. Несмотря на это, вряд ли часы смогут полностью заменить смартфон. Например, качество звонков на улице на них достаточно слабое, но смартфоне говорить гораздо удобнее. А теперь самое главное, что касается батареи. Разработчики обещают нам два дня работы при типичном сценарии использования часов. При этом, по моему опыту, он может, конечно, два дня проработать, но это если их включить и особо не пользоваться. GPS, звонки, игры или работа в спорт режиме сажает их меньше, чем за один. Но в среднем, при недостаточно частом использовании, можно рассчитывать на полтора дня. Но придется с собой взять зарядку. Особенно интересны эти часы в режиме спорт, когда вы можете мониторить ваши физические нагрузки. Или когда вам неудобно принять звонки на велосипеде, скейте, роликах, или в автомобиле, или, может быть, на каком-нибудь мероприятии. Вам приходит на телефон сообщение, вы, не трогая телефон, читаете его с экрана. Так как вы можете прочитать любое уведомление с экрана ваших часов, не открывая сам смартфон. Вы можете читать сообщение, почту, уведомления из контакта и так далее. Ну вот, ребятушки, все я вам рассказала. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и смотрите мои новые обзоры. С вами была Ксю. Пока-пока!